Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков от компании Тикмилоса, я Артур Изятурин. Сегодня наше внимание продолжает оставаться прикованным к паре евро-доллар. Мы очень внимательно следили за этой парой на прошлой неделе. И сегодня эта пара приобретает особую значимость. Во-первых, потому что у нас доллар стабилизировался, появились в нем признаки стабилизации. Во-вторых, потому что именно на этой неделе у нас произойдет заседание ЕЦБ, на котором будет всего очень много интересного. И в связи с этим образуется сейчас возможность проанализировать, что из себя представляют ожидания по этой паре, в какую сторону они развиваются, и что вообще ждать от евро после заседания ЕЦБ. Значит, с конца прошлой недели можно видеть, что евро у нас задержали вот в таком вот узком диапазоне, да, вот после теста уровня 1.20. А вот этот диапазон, значит, сформировался у нас с прошлой недели, то есть вот эта пауза, вот этот период такого затишия, период заседания ЕЦБ, он начал... Еще с прошлой недели он у нас образовывается и продолжается, вот получается, на этой. Что еще важно, на прошлой неделе, значит, у нас произошло, будем так говорить, прикрытие длинных позиций по американским акциям, по фондовым рынкам развитых стран в целом, ну, по развивающимся тоже. Были у нас также спекулятивные, получается, продажи сопутствующие. Но, что самое интересное, они у нас не привели к укреплению американского доллара. Если мы посмотрим на то, как у нас вел себя индекс, да, в момент вот этих всех коррекций, он вел себя достаточно вот здесь стабильно, не происходило в нем никаких резких движений. Если вы следили за предыдущей коррекцией на фондовых рынках, вот эпизодами предыдущей коррекции на фондовых рынках, можно увидеть, что доллар у нас очень сильно реагировал на коррекцию, на угрозу коррекции вот здесь самая сильная, да, произошла в марте, получается, когда у нас доллар резко вырос и удерживался на повышенных уровнях. Как раз-таки тогда говорили, что доллар у нас обладает статусом защитного актива. Так вот, последнюю коррекцию, которая произошла на прочей неделе, она была довольно-таки сильная. Как я уже сказал, не было никакой серьезной реакции на стороне доллара, да, и это как бы поднимает вопрос о том, если у доллара остался ли у него фактор вот этого спроса, как спроса на защитный актив в тот момент, когда акции, когда активы на фондовом рынке, они корректируются. Как видно, этого фактора спроса не осталось, не было у доллара вообще как бы факторов спроса по отношению к другим валютам, ну, из-за вот этой чрезвычайно медвежьей позиции СБ. Последняя коррекция показала, что обсуждавшийся ранее вот этот фактор спроса в случае коррекции, он тоже получается иссяк, его тоже нет. Мы можем посмотреть на эту зависимость, на произошедшую коррекцию и отсутствие ответа доллара немножко с другого угла. И существует у нас такая интересная зависимость, как движение рынка СБ-500 и движение доходности мусорных облигаций. Я вот здесь взял некоторый такой индекс доходности мусорных облигаций по США. И вот видно, если мы посмотрим на вот эти два графика, видно у нас, например, что когда СБ-500 корректируется, доходность получается у нас по мусорным облигациям растет. Когда у нас растет доходность по облигациям, получается падает их стоимость. Другими словами, когда один рисковый актив, ну вот, да, в форме СБ-500, да, мы говорим вот в общем, да, в некотором виде таком рисковый актив. Если у нас корректируется, корректируются, получается, и другие, будем так говорить, коллеги по риску, да, мусорные облигации, получается. Вот здесь, получается, видно, да, это хорошо было, скорректировалась у нас СБ-500, скорректировалась также у нас доходность, получается, облигаций вверх, то есть упали также и мусорные облигации. Вот здесь у нас вот это произошло. Видно то, что как бы есть между ними зависимость, да, и она, по идее, должна как бы проявляться в случае, Если при коррекции на фонного рынка возрастает спрос на ликвидность, возрастает спрос на доллар Вот этот признак того, что взлетает у нас получается доходность мусорных облигаций Говорит о том, что рынку необходима ликвидность, в поиске ликвидности происходит недостаток долларов Поэтому спрос на долларов растет В последней коррекции, я вот здесь получается выделил ее прямоугольником Можно заметить, что обрушение получается, ну мини такое, обрушение вот здесь В S&P 500 у нас не происходило, вообще никакой реакции не было в мусорных облигациях В вот этих высокорискованных, точнее облигациях ниже спекулятивного рамка Не произошло здесь никакой реакции, не произошло резкого их снижения Это говорит о том, что Форес держит нас под контролем, получается, кредитные условия в экономике Несмотря на то, что у нас происходит, могут происходить коррекции на фондовом рынке Это никак у нас не переходит, не просачивается на рынок, на кредитные рынки, да, получается Видна вот здесь тишь до гвать, вот такая вот стабильность И как раз-таки вот эта стабильность говорит о том, что нет спроса на доллар При вот этой коррекции не произошло спроса на доллар Получается, если в целом после политики, вот этой, после смены курсов РС, да, после вот этих агрессивных действий Если не было вообще поддержки для доллара никакой, то вот этот последний фактор, да, резкая коррекция фондового рынка Если даже он доллару не может помочь, ну не знаю тогда, что вообще можно ожидать в плане поддержки американской валюты Вот это, конечно, очень негативный сигнал для доллара, который нужно иметь в виду И он как раз-таки вот из вот этой закономерности между S500 и мусорными облигациями Он у нас здесь вот выявился, он здесь проявил себя, по сути Так, что еще важно? На прошлой неделе у нас вышел отчет Non-Farm PayRose, вышел у нас в пятницу, получается Был у нас консенсус, прогноз в 1,4, давайте посмотрим Миллиона, получается, рост рабочих мест у нас Вот такой был прогноз и совсем чуть-чуть у нас, получается, не оправдал Вот, получается, да, нет, вот Совсем чуть-чуть у нас не оправдал актуальные значения, рост рабочих мест Совсем чуть-чуть не оправдали прогноз Я уже писал о том, что будет, возможно, будет незначительный положительный сюрприз Чуть-чуть вот, получается, не дотянул у нас отчет Получается, он чуть-чуть не оправдал ожидания Но в целом, в целом, на фоне вот этих негативных ожиданий, что отменяется там повышенный пособий, безработица, экономика замедляется и так далее В целом ожидания были значительно меньше У нас отчет ADP, если вы за ним следили, он у нас показал 400 тысяч с лишним рост рабочих мест И вот такое резкое превышение ADP, отчет ADP Официальное значение в более чем 1 миллион, ну, вот, рост рабочих мест, снижение безработицы Это, конечно, очень позитивные данные, это большой сюрприз для ожиданий, для сложившихся ожиданий по экономике США И, естественно, это спровоцировало реакцию усиления коррекции на фондовых рынках Ну, потому что у нас застопорились вот эти переговоры по фискальной сделке А с позитивными данными появляется еще больше возможностей у политических сил США Перетягивать вот эти каналы, чтобы наилучшие условия для вот этой фискальной сделки выработать, получается Продолжается у нас перетягивание каналов и в отсутствии фискальных стимулов, получается, у нас фондовые рынки корректируются Потому что они не дождались, получается, вот этих стимулов И отчет, конечно, Farm Payrolls этому поспособствовал в моменте Но все-таки, на мой взгляд, это демонстрирует силу и устойчивость американской экономики И, несмотря на такие моменты извращенной реакции рынков На то, что вышла хорошая новость, а коррекция продолжается Все равно это происходит лишь только в моменте, только в коррекции Я считаю, что все равно для фондового рынка этот отчет был крайне положительным Но, если мы говорим про доллар, важным становится, выходит на первый план у нас вот этот показатель Это оплата труда, получается, ее месячный рост, видно, что составил рост 0,4% Намного выше прогноза Прогноз был то, что не изменится оплата труда по сравнению с предыдущим месяцем Это большой сюрприз для американской экономики, большой сюрприз для инвесторов И он означает, что ожидания по потребительской инфляции, по ускорению потребительской инфляции Они у нас укрепляются Почему? Ну, потому что растут доходы, растут траты, растут расходы потребителей Растет инфляция Вот такая вот простая цепочка Всегда рост рабочих мест У нас об этом ФРС, говорю, вообще это известный, да, такой факт некоторой из экономической теории Всегда он способствует тому Это некоторый вот прекурсор Прекурсор потребительской инфляции Затем, после роста оплаты труда, у нас обычно растет потребительская инфляция Но если, ну, конечно, достаточное количество людей у нас получает зарплату Достаточным объемом растут у нас потребительские расходы И тогда реагирует инфляция Да, нужно вот так сделать поправку Но все равно эти данные говорят о том, что есть у нас инфляционное давление Оно может появиться И, как мы помним, для доллара, для американского доллара Все новости, которые указывают на рост потребительской инфляции Эти новости, по сути, указывают на то, что реальная доходность у нас будет в экономике падать Потому что ФРС сдерживает ставки А падение реальной доходности – это негативный сигнал для доллара Опять же, вот здесь, из этого отчета, из вот этого показателя Из оплаты труда положительной Мы можем делать слив, что опять появляется Из экономики сходит негативный сигнал для доллара Потому что ФРС сдерживает ставки Инфляция растет Реальная доходность у нас падает Нет смысла держать в бумагах фиксированной доходности, которые в номинированных долларах Свой капитал, свое благосостояние Меньше, точнее, получается смысл И поэтому происходит отток, снижается спрос на доллар Вот такая вот цепочка рассуждений у нас строится по доллару Исходя из этих данных Возвращаясь, опять же, к евро-доллару Вся эта цепочка рассуждений вроде должна нас приводить к мысли Что евро-доллар у нас должен продолжать рост Что это у нас вдруг он застопорился Почему он не растет Но я напомню На прошлой неделе Перед заседанием ЕЦБ Появились ожидания Начали сформироваться такие ожидания Что ЕЦБ не упустит Не проигнорирует Резкое укрепление Европейской валюты Раз, и во-вторых Замедление инфляции в августе Потому что очень резкое замедление инфляции в еврозоне произошло И вроде бы вот Как бы нельзя пополагать вот так сейчас Что ЕЦБ это проигнорирует И резкое укрепление евро Нам показало, что ЕЦБ не будет так же оставаться в стороне Он так же не будет игнорировать Вот этот феномен, вот это явление Об этом нам сообщил, значит, главный экономист ЕЦБ Лейн Он заявил, что курс Обменный курс евро у нас Является важным Он важен для монетарной политики Он важен для экономики И это, естественно, намек на то Что ЕЦБ не будет Оставлять у нас без внимания Получается резкое укрепление евро Что-то он должен Попытаться сделать Если мы посмотрим на то Как у нас изменился курс Не евро доллара Не евро против каких-то других валют А посмотрим на, будем так говорить Торговый курс евро Он у нас выглядит вот так Это среднезвешенный По объемам торговли С торговыми партнерами получается Курс евро То можно видеть, что он у нас Вырос до максимального уровня Вот здесь за 6 лет Вот здесь вот такой стремительный рост Произошел И вот сейчас евро у нас Торговый курс, будем так называть Он у нас вырос до максимума 6 лет О чем это говорит? Известно, что у нас один из драйверов Экономического роста еврозоны Это является экспорт Когда у нас растет курс евро Экспортеры получают меньше выручки В валюте В евро получается Если в пересчете на евро Они получают меньше выручки Естественно, прибыль их получается Также снижается Ну вот эти показатели Их рентабельность и так далее Всего Это также получается Снижаются эти показатели Это негативно получается Для экспортеров Когда вот так растет евро А когда она растет получается Против Как мы видим Всех основных партнеров Причем сильно укрепляется получается То естественно Это замедляет экспортеров Которые вот торгуются с разными странами С основными партнерами Они оказываются в менее Получается выгодном положении И естественно Это замедляет экспортный сектор Следовательно Это замедляет и экономику ЕЦБ это не может оставить в стороне Главный экономист ЕЦБ Нам уже об этом сказал Что очень важен Курс обмена курс евро Для монетарной политики Для экономики ЕЦБ это не будет игнорировать Сделан такой намек И это также остановило У нас получается Все попытки евро Прорваться вот здесь наверх Вот здесь вот такая вот стабилизация Сейчас обнаруживается Во многом сыграли большую роль Естественно комментарии Главного экономиста Здесь ЕЦБ Вот поэтому Ожидание сейчас есть Что в четверг Что-то произойдет Кристина Волгард Допустит какие-то комментарии Которые сдержат дальнейший рост евро Либо выступят с какими-то мерами Но базовым сценарием Естественно базовым сценарием Остается вербальная интервенция Ну просто словесное какое-нибудь Заявление о том Что не допустят они резкого Крепления евро Или скажут что они Очень внимательно следят За обменным курсом евро Но все равно на мой взгляд Рынок это очень быстро переварит И макро темы Которые у нас сейчас есть По евро Которые у нас сейчас есть По американскому доллару Они оправдывают Рассмотрение дальнейших покупок По данной паре И если мы говорим О конкретных уровнях Мы можем выделить Следующий получается Следующий уровень Значит долгосрочный у нас тренд Который тянется еще С июля получается Даже раньше он у нас тянется Получается с июня этого года Вот этот долгосрочный тренд И переход затем В краткосрочный повышательный тренд Который уже более Менее выраженный Но он также у нас присутствует Они у нас обозначивают Некоторые точки для входа Возможные по покупкам евро И этими уровнями является Нижняя трендовая линия Получается вот этого канала Это примерно уровень Чуть ниже получается уровень 1.18 И получается значение Которые идут ниже трендовой линии Вот здесь это уровень 1.17.50-1.17.60 И эти уровни у нас могут Выглядеть благоприятными Для покупки евро-доллара С целью пробить эту отметку Как я уже сказал Потому что несмотря на вот эти ожидания Что ЕЦБ что-то сделает Чтобы остановить евро Пока что никаких серьезных изменений ЕЦБ произвести не будет Нет возможности у него сейчас это делать Они уже достаточно много объявили И нет сейчас также ожиданий Каких-то крупных того Что будет резкий пересмотр политики Будут какие-то нововведения Но навряд ли это сможет остановить У нас получается рост евро-доллара По американскому доллару Как мы видим продолжает у нас Накапливается информация Накапливается статистика Накапливаются некоторые доводы Которые говорят нам о том Что продолжится скорее всего Снижение доллара В том числе против евро Для этого естественно потребуется Некоторая пауза Некоторая передвижка Не смогла помочь получается И фондовая коррекция на фонд На рынке доллара Поэтому у нас ожидания По данной паре В частности по евро-доллару У нас остаются В сторону повышения В сторону дальнейшего роста Этой пары Вот это все о чем я вам Сегодня хотел рассказать Пишите ваши мысли По поводу евро-доллара Куда же он пойдет Что вы думаете по поводу этого анализа Если вы хотите Облагодарить меня За этот обзор Пожалуйста Ставьте лайк Всего доброго И торгуйте в профит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok